всем привет с вами сергей канал автокласс в этом видео я хотел показать как заменить пыльник на наружной гранате правой стороны рено логан вот она сняли ее в предыдущем видео я показывал вам рассказал как легко это все делается то есть снимается граната что надо открутить что надо отвести что надо выбить то есть если есть какие то вопросы в плане снятия гранат посмотрите предыдущие видео ну приводу то есть ничего сложного в этом видео я хотел бы показать как я уже повторился сказал как заменить пыльник на наружной гранате то есть новый пыльник чуть-чуть другой но даже хорошо то что в нем больше ребят то есть он более склонен к поворотам то есть так трескаться не будет как этот матня вот видите намотан пластырь до этого пакет был то есть граната пыльник ждал замены вот пришла его очередь граната не хрустит уже я проверял ее ты сейчас что надо срезать пыльник хомут и снять выбить гранату и одеть новый пыльник с хомутами вот кстати цена 250 рублей вообще недорого я бы сказал хотя с другой стороны для резинки фиг его знает так ну ладно я сейчас не смогу дальше снимать как че будут делать а потом расскажу потому что неудобно будет в одной руке держать камеру а вдруг другой одной рукой работать если было четыре руки то было бы конечно вопросов бы не было бы так я сейчас все это сделаю и потом покажу расскажу как я че делал то есть тут тоже ничего сложного нет смотрим видео дальше ну вот ребята вскрыли вскрыл я гранату короче ну пыльник снял с него он даже водичку осмолить стекет капает водичка собралась в этом он куски все все дерьмо короче одноразовые хомутики снял вот у ней шейка пыльника видите хвостик был я срезал короче обрезан бог по хомуту ну и самым по себе смотрите так видно нет эти трещины так сейчас так смотрим так получше будет видно вот ведь смотреть вон вода льется блин так чё короче сейчас я эту всю смазку протираю весь шрус нормальненько так будем сбивать покажу как она сбивается она сбивается так сейчас мне не покажу по но сейчас расскажу а потом покажу потому что как я уже говорил что одной рукой это все неудобно будет убивается по внутрю то есть по наружке нельзя вообще никак бить то есть по внутренней вот внутренней вот где шлиц идет вот этот как кольцо тут сепараторик идет такой вот по нему внутри мы бьем вот тут по нему там шлиц дальше будет идти стопорное кольцо нам аккуратненько надо конечно стараться не поломать его чтоб его с ним же потом бы и загнать бы но поломаем значит новый возьмем или найдем не поломанное то сейчас будем сбивать вот тут вот по внутренней будем бить сбивается опять же чем или латунью или медью то есть или медным молотком или латунью латуньевым молотком на самый простой я буду сбивать бруском деревянным бруском упрут деревянный брусок и молотком димбалызну так смотрим дальше как чё ну вот ребят короче сбил я гранату зажал так вот в тиски и сбил наруженную гранату вот она сама граната самое главное сбивала кстати вот сейчас не буду перебиваться сбивал меня короче есть такое полипропиленовый лом я взял его короче не стал я бруском не нашел я бруска короче у себя решил вот сбить полипропиленовый что таким короче не жестким чтобы ничего не отколоть ничего бил по внутренней как я вам говорил вот по внутренней коронке по ней бил так все сбил я ее самое главное что смотрите зажали в тиски и старайтесь сбить с одного раза если будете стучать стучать по ней то если это не пойдет то есть резкий короткий удар чтобы кольцо осталось живое вот оно кольцо стопорное и когда будем ее обратно вставлять когда пыльник вот этот кстати вот снял я его нахер дерьмо это древо то есть смотрите пыльник сейчас оденем с хомутами сразу можно потом хомуты пофигу то есть у меня одноразовые хомуты да любые хомуты можно даже потом одевать то есть даже с болтами с этим можно это все потом одеть то есть что я говорю то есть бить старательно с одного раза не подстукивать вот так ничего что кольцо целое у нас осталось это колечко чтобы у нас целое осталось но если не получится что страшно в принципе есть запасное там или вот оно новое обычно идет когда при замене гранате но дело в том что мы гранату сейчас не меняем мы сейчас пыльник собираемся одеть новый чтобы сохранить ее и это еще хотел сказать по смазке то есть лучше всего шрузом смазывать лучше всего но есть такой вариант когда смотрите есть такой вариант как бы литол да литолом нельзя то есть ну как можно лучше не делать это потому что он он сохнет наоборот и он куском где-то собирается то есть он не будет смазывать всю полость гранаты все шарики ну то есть полностью тот как подшипник это он не будет смазать его то есть весь механизм у смазан где тут так вот куском соберется и высохнет нашли то есть сегодня надо литола спорт не литол не солидол то есть или шрус это самое лучшее или же есть такая знаете еще французская смазка зеленая зеленая она не боится оборотов она используется высокооборотистых оборотистых двигателей там в промышленности то есть или ее то есть она не горит не сохнет и она смазывает но есть еще один литол такой тоже хитрый такой литол он идет он как бы знать как он типа пушечного масла но блин его я не советую то есть для шаровой пойдет а вот для крутящих механизмов вообще никак вообще лучше я говорю шрус другой ничего не надо использовать или вот это вот французскую зелено-синюю смазку то есть вот такие вот дела то есть ничего тяжелого нету тут разбили вот чем-нибудь там или бруском я вот полипропиленум лом можно как я говорил уже или латунем или медным молотком сбить ну стараться сбиться одного раза ну чтоб кольцо оставить ну не получится не получится ничего страшного а так ничего сложного нет делать это лучше в тисках и бить лучше на низ то есть если мы бы сделали зажали бы вот так вот нам бы было бы вообще неудобно и как говорится а это на низу так вот зажали бак с одного удара она слетела ну все смотрим дальше пыльник одену покажу как чё смажем все взяла все смотрим дальше ну вот ребят короче гранату я забил сальник новый отдел гранату забил сейчас ее смажу гранату забивать тоже есть такое свое это сразу и хрен забьешь короче то есть ее надо выравнивать по внутренней каретке она играет мы начинаем забивать по внутренней каретке она на наискосок шлица вот так встает и хрен ее забьешь короче надо берете короче или пальцем поддерживайте с дощечки так удобнее даже будет пальцы дощечки и вот тут трубку так и одеваете вот я приспособил вот такую трубку вот так вот одевал и по нее молоточком с таких коротких ударов слишком сильно не надо то есть вот так вот вот эту трубку отдел и короткими ударами с двух раз я ее забил короче двух ударов но при том что я говорю ровнять внутреннюю каретку чтобы она у нас сейчас в тисках зажат привод зажат то есть дело в том что смотрите если будете сразу ее начнете забивать и вот это может наискосок вот так это вы весь шлиц собьете короче нахрен чтобы этого не делать то есть или вот так вот внутреннюю каретку с телом поддерживаете или же ее набили не набили а вот так одели она чуть наискосок потом бьете вот сюда вот сюда бьете потом вот сюда потом сюда потом отсюда но это ни о чем короче я говорю лучше держать это самый лучший вариант но все в принципе короче забили и сейчас смажем кому ты один сейчас покажу принципе готова почти смотрим дальше ну вот один хомут короче одели у нас чуть тут обломался на моего этим керном короче вот так сделали то есть он никуда не сойдет он четко сидит все кому ты дерьмо сразу скажу эти одноразовые с фольги с это ломается как сделать нефли то есть надо аккуратно под них есть такая станочка но мы их мотаем короче плоскогубцами натягиваем их потом раз резко его тут и залом дело то есть то так то есть своими гаражными методами обходимся на так все вот сейчас вот второй хомут оденем уже все смазали короче набили смазки сейчас 2 хомут оденем все пыльник на гранате готов гранаты готова все готово короче сейчас оденем покажу как что и будем ставить ну уже как будем ставить показывать не буду потому что уже показывал как что снимается в предыдущем видео то есть то же самое аналогично сейчас хомут одену покажу как что выглядит и все все смотрим дальше ну вот ребятки все нормально сделали короче второй хомут поставили все короче граната готова так делается короче вот и объяснил ничего сложного тут нету вот она пыльник поставили все что хотели то и сделали сейчас будем ее ставить кому ты конечно не понравились по честно сказать дерьмо полное ну ничего какие были китайское дерьмо какое китайское дерьмо был такой поставили ну ладно посмотри что не проворачивается нигде ничего сейчас то есть зажат нормально смазки нигде кидать не будет так что нормально ну вот такие дела кому понравилось видео ставьте лайки комментируйте видео кому вообще не понравилось ставьте по несколько лайков всем спасибо до свидания